Жители дома номер 128 по улице Алексея Толстого, которые обратились к временно исполняющему обязанности губернатора Самарской области Вячеславу Федорищеву, беспокоятся за судьбу своего здания, а также за новое возможное соседство с хостелом. Они рассказали, что владельцы помещения на первом этаже несколько лет назад выкопали дополнительное место в подвале, что привело к ослаблению фундамента. Затем это помещение вместе с соседней квартирой и доступом в подвал, который к тому же стал отапливаться, приобрел новый собственник. Жители увидели масштабные ремонтные работы и забили тревогу. Они хотели выяснить, насколько законна перепланировка помещения и как она отразится на жизни дома. Было заявление подано на перевод, скажем, нежилого помещения в жилое. Для того, чтобы его использовать в качестве жилого помещения, необходимо было произвести перестройство и перепланировку. Для этого как раз-таки собственник подготовил проект у специализированной организации, на который он нам подал. Чтобы обсудить ситуацию на месте, глава Самарского района встретился с жильцами дома и новым собственником помещения. Они прошли в квартиру, чтобы проверить, какие работы там выполняют и соответствуют ли они заявленному проекту. Здесь они увидели шесть разных комнат, а также вход в подвал, который оказался закрыт стройматериалами. Мы действительно видим ту или иную проблему и когда обе стороны присутствуют на встрече, гораздо проще найти какой-то компромисс для решения любой задачи. Собственник заверил, что предпринимательской деятельностью не планирует заниматься и ремонт выполняет исключительно для своей семьи. Но представители администрации в дальнейшем продолжат следить за ситуацией и за целями использования помещения после ремонта. Также вместе с жителями будет выбрана компания, которая произведет обследование подвала, чтобы выяснить, есть ли опасные повреждения и можно ли отключить отопление в подвале без ущерба для жителей дома. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События.